здравствуйте друзья сегодня мы поговорим с вами о пластической хирургии а именно о самих операциях как готовиться к этим операциям ну и соответственно эти все ответы будут опять же построены на ваших вопросах то есть я выбрал наверное самые популярные вопросы которые у меня задаете связанные с подготовкой с тем кому делается эти операции как правильно проводить реабилитацию что мы делаем в клинике вот сейчас более конкретно я на эти вопросы вам отвечу ну и сразу напоминаю что и ссылочка под этим видео и если к ней по ней пройдете то сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию так давайте по порядку отвечать на вопросы и ситуация проведения пластической операции на теле будет невозможно ну а для каждой операции существуют свои показания и свои противопоказания то есть если пациент обращается с каким-то там вопросом или с просьбой что-то изменить как-то подкорректировать какой-то участок своего тела да то для соответственно для каждой операции по каждому участку морское тело не очень красиво звучит но если хирург понимает что в данном случае нет каких-то показаний чтобы проводить хирургическое вмешательство то соответственно пациенту будет отказано проведение именно хирургическое вмешательство это что касаемо именно показаний далее есть так называем противопоказаний то есть может быть у вас и есть показания к операции ну а эту операцию невозможно сделать из-за того что по каким-то медицинским проблемам ну вам просто невозможно провести хирургическое вмешательство поскольку это может принести какие-то более серьезные проблемы для вашего организма то есть если у вас какие то есть хронические заболевания декомпенсированные формы этих хронических заболеваний хронические заболевания связанные там не знаю с кровью в плане там свертываемости крови если вам там не знаю сделали узи вен нижних конечностей обнаружили там тромб этот категорически возможно проводить плановые операции надо сначала убрать этот тромб там да если у вас например низкий гемоглобин до любая операция она все но сопровождается кровопотери и если вас взять на операцию с низким гемоглобином то мы можем опять же получить серьезное осложнение что потребует трансфузии то есть переливание р-массы после операционном периоде рассматриваются все риски для этого мы вас достаточно серьезно обследуем вы сдаете анализы делаете обследование мы обязательно расспрашиваем были ли у вас раньше хирургические вмешательства если у вас хронические заболевания какие препараты вы принимаете если у вас аллергии на препараты вот эти все вопросы обязательно мы на очной консультации с вами обсуждаем и если мы понимаем что действительно есть проблемы со здоровьем и они реально серьезные то конечно в проведении именно пластической операции вам будет отказано но все начинается у нас с консультацией вы ко мне приходите в бочном формате но либо есть возможность проконсультироваться так называть онлайн-режиме то есть по видеосвязи мы с вами обсуждаем те проблемы которые вас волнуют определяемся с этапами решения этих проблем то есть самой операции да какая будет операция в каком объеме она будет проведена именно вам если все мы обсудили и скажем так на все вы согласились дальше идет подготовка к этой операции есть список анализов список обследования мы это вам все предоставляем вы начинаете эти анализы сдавать проходить обследование не обязательно делать в нашей клинике вы это можете делать где угодно сертифицированным любом медицинском центре получая результаты вы мне все показываете пересылаете если у вас все нормально следующий этап это же сама операция вы приходите в клинику в день операции вас еще осматривает анестезиолог и соответственно идет подготовка самой операции вы проходите в операционную и эта операция вас вводит в наркоз в общий вы засыпаете и проводится операция дальше вы просыпаетесь после наркоза опять же анестезиолог оценивает ваше состояние есть специальная скажем так комната где мы вас наблюдаем ну а дальше если все нормально переводим в общую палату где вы находились но подключаем вам мониторы то есть опять же до утра за вами следит ренематолог чтобы по всем показателям у вас все было хорошо ну а далее уже начинается процесс реабилитации я вам подробно рассказываю как мы с вами правильно встаем как мы ходим какие мы делаем необходимые процедуры какие препараты мы пьем для того чтобы быстрее вы реабилитировались прошли болевые ощущения ушли отеки и чтобы получили максимально максимальный результат от всех наших манипуляций у меня на канале есть ролики реальные истории пациентов которые мне оперировались и от первого лица рассказывают что они чувствовали как проходил процесс самой операции и первых двух дней после операции пожалуйста переходить по ссылочке смотрите информация будет для вас полезно да конечно у меня достаточно много пациентов которые приезжали как из других городов и так из других стран понятно это накладывает определенные скажем так моменты в общении я имею виду что желательно если вы все-таки планируете ко мне приехать и делать здесь операцию планируйте пожалуйста и нахождение там хотя бы первые две недели после операции вот московском регионе для того чтобы мы могли в эти две недели наблюдать перевязывать там и решать какие-то там вопросы и проблемы которые как раз в этот острый период могут и всплыть а так процесс точно такой же если у вас нет возможности приехать научную консультацию вы мы с вами проводим онлайн консультацию по видеосвязи вы также можете прислать свои видео либо фото тех зон которые вы хотели бы скорректировать также мы с вами расписываем план как мы это все будем проводить какую операцию будем делать в каком объеме вот и если вы живете в россии но в другом городе если вы в своем городе сдаете анализы присылаете мне результаты а если вы живете в другой стране то конечно вам надо спланировать и приехать в москву там за два за три дня до операции чтобы успеть здесь дать анализы получить результаты и соответственно уже провести само операции знаете мне кажется я все время нахожусь на связи с своим пациентами независимо от времени понятно что там ранее после операционный период это с ними на связи вообще 24 на 7 да и они чаще к приходят на осмотры на перевязки и на там процедуры определенные далее там у нас периодичность осмотров раз в месяц через месяц через два через три так вот до полугода иногда многие ко мне приходят и через год через два если появились какие-то там проблемы и они считают что как-то что-то их не удовлетворяет мы тоже это все рассматриваем но не при необходимости проводим определенной коррекции для того чтобы оставались довольны тем на результатом который мы получили в ходе операции итак друзья сегодня ролик был посвящен ответом на ваши вопросы на вопросы связанные на самой самой подготовкой операции я постарался на них наиболее скажем так полно ответить но понятно что тема большая пожалуйста пишите задавайте опять вопросы в комментариях буду на них отвечать но еще раз напоминаю что по ссылочке вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию где также мы все эти вопросы проговариваем я вам всем желаю здоровья удачи и увидимся в следующих выпусках